Приветствую вас, давайте попробуем разобраться в вашем вопросе. Вы пишете, в последнее время вечно стали отвечать во спады, меня это беспокоило, и я пытался выяснить, в чем дело. В итоге происходили в ссоры, и он говорил, что все хорошо, и общаемся нормально. Ну, собственно, дальше вы пишете о ссорах, об определенного типа ссорах, я не думаю, что стоит это повторять. Значит, есть два момента. Первый момент – это то, что вы в последнее время стали реже общаться. Значит, ваше поведение в этом вопросе, в этой ситуации, оно не совсем правильное, потому что мужчина не любит, когда она него дарит. Мужчина не любит, когда женщина требует от него внимания больше, чем он может ей дать. Значит, мужчина так же не любит, когда женщина постоянно, вот, ну, постоянно, как бы, источает негатив по поводу того, что он ее, на нее не обращает внимания и так далее. То есть я понимаю, что это вас беспокоит, но я не понимаю, почему это беспокоит вас. Если вы любите человека, если вы его, ну, если вы желаете ему счастье, если вы хотите, чтобы у него все было хорошо, Наверное, 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 вам желалось бы, чтобы у него все-таки было действительно все хорошо. А если он вам не пишет, если он вам не звонит, значит, получается, что в данный момент времени ему без вас, условно говоря, более счастливо, чем с вами. И, к сожалению, к сожалению, к сожалению, такова жизнь. Если для человека счастье сейчас не вас, то вам, как любящему человеку, желательно бы это принять. Но вы почему-то этого не принимаете. И вот это самый главный вопрос, который вы задаете. Самый главный вопрос, который, ну, о котором мы не разговаривали. Почему вы не принимаете человека, почему вы не принимаете его выбор? Ну, не хочет он с вами общаться. Не хочет он с вами взаимодействовать. У него сейчас дела. Это выбор, сознательный выбор взрослого мужчины, который, ну, сам знает, что ему нужно. Почему вы, вместо того, чтобы так же, как и он, отдаляться от него, например, у него нет времени, и вы занимаетесь чем-то своим. У него дела, и вы занимаетесь своими делами. Вы вместо этого активно пытаетесь с ним выяснять отношения. То есть, получается, что вы в большей степени зависимы от него, чем он вас. И здесь возникает вопрос о причинах этой зависимости. То есть, условно говоря, что вы получаете от мужчины такого, что, по вашему мнению, может вам дать только он. И почему вы так считаете? Почему свои желания, свои потребности, которые у вас есть, и которые в целом нормальны, вы распространяете, позиционируете только на него? С чем это свято? Постарайтесь ответить себе на этот вопрос. Потому что так вы могли бы избавиться от зависимости от молодого человека. Так вы могли бы стать более самостоятельными от него, и показать ему, что вы не собираетесь за ним бегать, показать ему, что вы не собираетесь постоянно искать его внимание, показать ему, что вы, в общем-то, прекрасно справляетесь и без него. И здесь совершенно не важно, врет он вам или нет. Рамус, может быть, мужчина сам не знает. Вот это, пожалуй, также является ключевым моментом. Мужчина сам не знает того, что он сейчас хочет. Мужчина сам не знает того, что он к вам чувствует. Вы же на него давите, вы же хотите получить от него какой-то ответ, и мужчина чувствует, что вы, по сути дела, его принуждаете. А это не нравится никому. Ну, не может никому понравиться, в принципе, потому что, ну, знаете как, давление, оно воспринимается негативно, к сожалению, людьми. И мужчиной вашим воспринимается давление негативно, в частности, тоже. Это, значит, то, что я хотел вам сказать по поводу ситуации именно с тем, что вы описываете. То есть у вас наблюдается достаточно серьезная зависимость от него. Причина этой зависимости, возможно, в вашей неуверенности в себе, в ваших потребностях в нем, в мужчине, которые вы пытаетесь проецировать на него самого. Соответственно, понимание того, какие именно потребности, правильная реализация этих потребностей, реализация их на самостоятельном уровне, то есть имеется в виду на самостоятельном уровне, то есть так, чтобы не зависеть от человека в том, что вы хотите получить, это является первостепенной для вас задачей. Судя по всему, вы не очень, не слишком опытны в вопросах отношений, так как у вас не было даже интимных близких, кстати говоря, неплохо было знать, сколько вам лет и, ну, обстоятельства того, как вы пришли к тому, что, вот, встречаясь с мужчиной и требуя от него каких-то серьезных проявлений к вам, вы до сих пор не уступали с ним близко. То есть не то, чтобы я вам однозначно говорил, вы должны с ним переспать, там, и так далее, нет. Если вы не хотите делать этого, конечно, не надо, но в современном мире таков, да и мужчины современные таковы, что если он не получает, не получает, например, интим, то человек считает такие отношения несерьезными. И вам об этом, наверное, точно нужно подумать и с ним поговорить. То есть вы пишете, что вы не готовы еще к интимным отношениям, потому что девочка еще. Завникает вопрос, что есть девочка еще. То есть вы действительно несовершеннолетний. Если так, то вам тогда помочь будет достаточно сложно, потому что вы несовершеннолетний. Если вы несовершеннолетний, но считаете, что вы еще не готовы к сексу, то почему? Может быть, мужчина именно это и воспринимает, как нелюбовь к себе. То есть вы не даете ему интима. Значит, это момент точно достаточно важный. Дальше вы пишете, что не верите, что нельзя найти пару минут в день, чтобы написать, или позвоните, и вы думаете, что вы ему не нужны. Но если вы ему не нужны, так перестаньте, звоните писать. Занимайте своими делами, своей жизнью. Дайте понять мужчине, что вы, вообще-то говоря, в нем абсолютно и полностью не нуждаетесь. Покажите ему, что он может вас потерять. А он, вероятнее всего, сейчас думает, что вы привязаны к нему очень сильно. И вот в этом его нужно разубедить. В том числе, вы привязаны к нему очень сильно. Да, он вас по-прежнему ругает за то, что вы позволили себе закачивать с друзьями. Но, это ведь ваше право. И он не имеет возможности, не имеет оснований вас, вот как-то в данном случае, я бы сказал, притеснять. Потому что он сам не делает того, что нужно. Он сам не проявляет к вам заботу, но при этом, при этом, не проявляя к вам заботу, он вас ограничивает. То есть, вы, по его мнению, должны его слушаться, не должны делать того, что он считает неправильным. Но, при этом, он не будет вам никак проявляться в его внимание, и ему важно, чтобы вы просто были. Причины такого поведения могут быть, могут крыться в нескольких аспектах. Первый аспект, это то, что мужчина, как бы, хотел быть с вами, но из-за того, что вы не вступаете с ним в интим, не считая для себя возможным дальнейшее с вами общение и дальнейшие с вами отношения. То есть, если у него появилась другая женщина, то, может быть, только для секса в мужчине в таком случае нужно знать, когда вы будете готовы, потому что, ну, у человека есть потребности, и эти потребности нужно учитывать. То есть, если вы не готовы к сексу сами, то хотя бы можно давать ему удовлетворение, ну, чтобы он, чтобы его не тянуло на измену, вот. И второй момент, это момент, связанный с тем, что он просто к вам охладел. Легко это проверяется через ваше все более и более отстраняющее сопровидение. То есть, не нужно все ссориться, не нужно кричать, не нужно постоянно выяснять отношения. Это ни к чему хорошему не приведет. Вам нужно просто-напросто сказать ему один раз, вот ты знаешь, дорогой, я не получаю от тебя того внимания, которое мне нужно. И я, безусловно, понимаю, что у тебя дела, понимаю, что у тебя заботы, понимаю, что ты занят и так далее. И я не требую от тебя того, что дать ты мне не можешь. Но, внимание-то мне нужно. Внимание-то я все равно хочу. И я не собираюсь ради тебя жертвовать своими желаниями и своими стремлениями. Вам вот это нужно сказать один раз. Так, чтобы мужчина понял вас. И после этого, все, что от вас требуется, это придерживаться данной линии поведения. Не отступать от нее, стараться поддерживать эту линию поведения. Чтобы мужчина видел, что вы готовы в случае надобности изменить ваши с ним отношения вплоть до полного их прекращения. На самом деле, другого выбора у вас попросту нет. В этой ситуации, либо вы будете действовать так, как хочет мужчина, либо вы будете защищать свои интересы. И если вы свои интересы по какой-то причине не защищаете, то нужно понять, почему вы этого не делаете. Потому что, если вы не считаете свои интересы, значит вы сами себя ограничили в том, как вы будете достигать того, что вы хотите. Например, вы хотите достигать только мужчину того, что вам нужно. А это существенно снижает ваши возможности, это существенно снижает ваши средства, перечень средств, которые вы можете использовать для достижения своих целей. И получается в итоге, что цели у вас страдают, цели не достигаются, вы чувствуете себя брошенной, чувствуете себя ненужной. И действительно все это связано не с тем, что вам мужчина врет, а с тем, что вы сами себя ограничили в средствах решения задачи. Теперь дальше. Вы пишете, что мужчина вас использует по вашему мнению. Вот, вы пишете, что он говорил, что все понимает, что будет ждать, возможно, он просто использует меня. Ага, ну, понимаете, в чем дело? Вопрос в том, если использует, то как? То есть, лично, судя по тому, что вы им описали, его использование в вас весьма и весьма странно. То есть, он использует вас тем, что не давит на вас планы секса, он использует вас тем, что готов ждать. Так вы это понимаете или как? Тут не очень понятно, в чем вы видите использование. Использование было бы более логичным, если бы он активно принуждал вас к сексу, активно принуждал вас к карантину. В таком случае, да, можно говорить о том, что он вас использует, то есть вы ему нужны только для секса. Но в данном случае мужчина, вообще-то говоря, о нем речи, как я понял, не заводит. Мужчина говорит только о том, что у него дела и что вы для него менее привлекательны сейчас. Да, это может быть, конечно, из-за секса, но в данном случае он вас не использует. И в данном случае он принимает вашу позицию, не меняет ее, не ломает вас, что вот тоже очень важно, он вас не ломает, он не пытается давить на вас, но он абстрагируется от вас, отдаляется немного. И вот этот момент вам нужно, тоже понимал. Отношения без интима не могут быть полноценными, по крайней мере, так считают многие люди, и мужчины в том числе. И вините его, в данном случае, вашего мужчину за это, вряд ли представляется возможным, потому что человек имеет право на интимные отношения, если он встречается с женщиной. А если он ждет, то для мужчины, как для адептов логического мышления, а ваш мужчина это именно адепт логического мышления. То есть это прямо вот такое, очень, знаете, очень формальное мышление, очень такое формализирование, то есть оперирование четкими понятиями. Если у него нет сроков, сколько ему ждать, то вполне возможно, что очень сильно это влияет на то, как он видит ваши дальнейшие отношения. И если вам не комфортно, то есть если вы не готовы, то вам нужно четко дать ему понять, почему и что придаст вам больше заготовки. То есть понимаете как? В целом, ситуация мне представляется следующим образом, что вы не учитываете всех желаний своего молодого человека и придаёте свои же собственные желания. И в итоге получается, что молодой человек ощущает, что, в общем-то, он не получает от вас всего того, что ему хотелось бы. А вы чересчур оказываетесь от него зависимы. И чтобы этих моментов не было, нужно, во-первых, определить, чего мужчина хотел бы или хочет от отношений с вами, как он хочет. То есть, например, вот если он хочет с интима, то в какие сроки и так далее, чего ему не хватает, чтобы он хотел. Это нужно прямо у него спросить. То есть спросить прямо, что ли его устраивает в отношениях. Дальше. Дальше я думаю, что можно говорить о вас. То есть речь идёт о том, чтобы вы сами свои собственные желания не ограничивали только мужчинам. Чтобы вы двигались куда-то, развивались, работали над своим личностным ростом, над тем, чтобы идти к целям, которые у вас есть и так далее. Чтобы вы получали то, что вам нужно, не только через молодого человека. Чтобы он не расслаблялся так, чтобы он отдавал себе отчёт, что может вас потерять. И вот тогда, если вы сделаете все вот эти вещи, то я думаю, ситуация нормализуется и придёт в норму. Если мужчина вам врёт, и если с вами он быть в действительности не хочет, то при более ярко выраженном, как бы отдалённом, абстрагирующемся поведении, при поведении, при котором вы от него абстрагируетесь, он покажет вам своё нежелание вас завоёвывать. Как следствие, это полностью исключит, возможно, дальнейших отношений. И вы поймёте, что вне зависимости от того, если у него другая, нужны вы ему или не нужны, он не хочет отношения с вами строить. По крайней мере, на тех условиях, которые есть сейчас. И с этим, к сожалению, ничего поделать не удастся. Если мужчина так решил, и не хочет ставить вас, грубо говоря, перед фактом, да, то есть он не хочет говорить вам, что вот его что-то не устраивает, а он предпочитает тянуть резину, например, и держать вас в определённой неуверенности, то хорошего в этом нет ничего. Мужчину это не красит, и потому вряд ли можно говорить о том, что он вами дорожит, и он вас любит. Его нервозность, которая наблюдает с вами, тоже может происходить очень легко из-за отсутствия секса, из-за проблем на работе, из-за чего-то ещё. То есть вариантов здесь может быть много. Вам надо подумать, чего мужчина хотел бы, какие у него могут быть желания, и дать ему это всё. Тогда вы сделаете всё возможное для сохранения этих отношений. Пожалуй, мне бы хотелось, чтобы вот эти все моменты вы учли для себя. То есть понимали, что в первую очередь вас никто не оставляет вступать в интимные отношения, если вы не готовы. Но, с одной стороны, удовлетворять мужчину нужно всё-таки, ибо потребности у него есть, и ждать вечно или бесконечно, по его мнению, он не может. А с другой стороны, вам нужно для себя определить, а что мешает вам быть готовым. Может быть у вас какие-то комплексы, может быть у вас какие-то сомнения в себе, там, я не знаю, неуверенность в себе и прочее. Если есть какие-то препятствия, то с ними, может быть, даже нужно поработать. Это тоже важный момент. Дальше. Вам самой, дабы не быть такой зависимой от человека, нужно помимо него иметь ещё какие-то определённые цели и задачи. так, чтобы, когда мужчина не интересуется вами, и когда мужчина не обращает на вас никакого внимания, чтобы вы не чувствовали себя брошенной в этот момент. Потому что зависимость от человека, ну, когда ничего хорошего не давала тому, кто зависит. Да и тому, от кого зависимость, кстати говоря, тоже мало-мало удовольствия. То есть вам нужно принести в отношения больше свободы, больше самостоятельности, больше независимости и, я думаю, больше определённости. Тогда легче будет вам понять, есть ли будущее в этих отношениях или нет. Вообще, если отвечать на ваш вопрос, то есть вот изначальный первый вопрос, который вы задаёте, врёт ли вам молодой человек, то, отвечая на него, мне бы хотелось сказать так. Особой разницы, особого значения в том, врёт он вам или не врёт, нет. Нет никакого принципиального значения в этом. Потому что важно не то, что он вам врёт на самом деле. Важно и другое. Важно то, хочет ли он быть с вами. Вот это действительно по-настоящему важно. А врёт он вам или нет, пока же на самом деле время. Потому что всё тайно всегда становится явным. И ни одну ложь, ни одну ложь скрыть не получится, как бы сильно человек этого не пытался сделать. Но однозначно сказать вам о том, врёт ли молодой человек вам или не врёт нельзя, это допустимно знает только он. К сожалению. Если мы скажем, например, что он вам врёт, допустим, что он действительно с вами быть не хочет, а в итоге окажется, что он всё-таки хотел с вами быть, что у него был действительно какой-то кризис, и что он этот кризис, например, ну, благополучно пережил и с вами уже готов больше времени проводить, а тут выяснится, что вы, опять-таки, следуя, ну, нашим, например, рекомендациям, уже решили быть без него, получится такая ситуация, что мы испортили вам отношения. Ну, мне бы, естественно, такого бы не хотелось. Более того, я думаю, что нельзя обратить на себя такую ответственность и настолько сильно портить вам отношения. Всё-таки вам решать, быть ли им или нет. Я думаю, что это вопрос вашего выбора, и этот выбор вам нужно сделать самостоятельно. Мы могли подсказать вам определённые аспекты решения этого вопроса. Например, те моменты, которые подсказал я, являются очень важными для оформления, для правильного оформления ваших отношений. И если вы захотите в этих моментах разобраться, если вы захотите с ними поработать, то у вас получится ответить себе на свой вопрос. Дальше выпишите ещё вот такую вещь. Значит, мужчина в последнее время с вами речь не стал общаться. Он говорит, что он занят, работа и так далее. Но давайте подумаем. Вот работа была раньше, когда вы общались более тесно. Наверное, была. Её что, стало больше? Наверное, нет. По крайней мере, вы об этом не пишете, что работа стала больше. Значит, возможно, другая причина, по которой мужчина перестал с вами часто общаться. И если вы сами программизируете обстоятельства того, с чего началось всё это, то, возможно, вы сможете выявить истинную причину, по которой мужчина стал с вами реже общаться. Возможно, это какие-то изменившиеся условия его жизни. Возможно, это наличие каких-то проблем у него. Возможно, это какие-то недоговорённые все обиды между вами. Если что-то такое вы найдёте, то тогда можно и нужно говорить о том, чтобы вы это с ним вынесли на обсуждение. Причём, с первого раза обсуждение такого типа ничему, скорее всего, не приведёт. То есть, объективно, мужчина будет отрицать всё то, что вы ему скажете. Но если вы раз за разом будете продолжать об этом говорить, то, возможно, он и выскочит своё отношение, свою позицию по проблемному вопросу, и это поможет вам лучше понимать, что с ним происходит. Но без работы над своей самостоятельностью, без работы над независимостью от него, над созданием своих личных границ, без понимания того, почему вы не готовы к интиму, что вам мешает быть готовы, и когда вы будете готовы, по крайней мере, для вашего молодого человека, нельзя разрешить эту ситуацию так или иначе однозначно. По той простой причине, что у мужчины нет у самого чёткого понимания того, как он видит ваши отношения, и видит ли он у них будущее. Говорить о том, что у него другая, ну, я бы не стал это предположением. Равно как и предположение то, почему он так себя ведёт. Можно только опираться на те факты, которые вы предоставили, они достаточно серьёзные, чтобы их игнорировать. Если вы мужчине представляетесь такой вот, знаете, недотрогой, которая требует от него внимания, но при этом, по его мнению, не даёт ему самого главного, то это нужно менять. По крайней мере, в главе мужчины нужно постараться предстоять другой. Например, объяснить ему, почему вы не готовы, чего вы боитесь. Например, показать ему, что вы работаете с тем, чтобы стать готовым. Ну и так далее. То есть важно изменить взгляд ваш собственный на себя, и после этого важно изменить взгляд на вас со стороны мужчины. Тогда вы получаете все шансы получить то самое искреннее отношение с его стороны и ответ на свой вопрос. Потому что если он вам врёт, он не будет бороться за ваши отношения. Он не будет никак реагировать на то, что вы ему говорите. он никак не изменит своего поведения и никак себя не будет проявлять. В ответ на вашу, на ваше отдаление от него, в ответ на вашу самостоятельность, в ответ на ваши попытки ему что-то объяснить и так далее. И в таком случае, если человеку это всё не нужно, то не нужно и вам. потому что получается, что отношения вы тянете одна на себе. Хорошего в этом нет ничего. А если у вас получится изменить его взгляд, и вы увидите, что он по-другому с толком относится, то в таком случае, конечно же, можно говорить о том, что он действительно вам не дорожит. И никого у него нет, и просто могут быть временные проблемы в жизни. Поэтому, я думаю, Александр, вам можно закончить. Я надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, буду рад помочь. Обращайтесь в личку. Пишите. Помогу вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.